Вину не признаёт. Вину не признают. Предприятие благоустройства Нижнекамска даёт возможность учащимся заработать. Прыжки на батуте, как фитнес. После будних, вставых, рабочих детей, приходишься, расслабляешься. Фестиваль джампинга прошёл в Нижнекамске. Пропали скамейки. Иногда просто гала вышла, посидеть немножко, с кем-нибудь поговорить, если встретила знакомых. По улице Гагарина начали бороться с любителями ночевать под открытым небом. Об этом и не только прямо сейчас. В прямом эфире Нижнекамские новости. В студии Вера Виртс. Здравствуйте. В новогоднюю ночь убил свою сожительницу. На скамье подсудимых 60-летний нижнекамец. Ему вменяют 105-ю статью. Умышленное убийство. После ссоры со спутницей жизни, он нанёс ей пять ударов ножом и лёг спать. Признаёт ли вину подсудимый, расскажет Вера Муратова. Пока мужчина спал, сожительница истекала кровью на полу. Подсудимый говорит, что около 10 вечера вышел за очередной бутылкой. Дома его не было примерно 40 минут. Вернувшись домой, подругу сердца не обнаружил в комнате. Подумал, что она ушла к матери. Тем временем 42-летняя женщина лежала между кроватью и окном. Её он увидел спустя несколько часов, как только проснулся и включил свет в комнате. Показания, которые подсудимый давал в день убийства в полиции, мужчина сегодня категорически отрицает. Говорит, что пять ударов ножом сожительнице нанёс не он. Бумаги, которые давали следователи, подписывал не глядя. А почему вы давали признательные показания? А ты будешь заметить. Давай быстрее, если я делал за очередной, вы возьмёте бумагу, узнаете, где у тебя тут надо. Вот у меня один за это вот это. Я её покровенную, пришёл отмечу. Но прокурор просит огласить показания, которые подсудимый давал в новогоднюю ночь. Тогда мужчина признавал вину полностью. Якобы убил любимую после ссоры. Схватил нож, который лежал у кровати, нанёс удары в разные части тела и лёг спать. Насколько я помню, Макарита была ещё жива. И она перелегла на пол. Я вроде бы лёг на диван гибель. После я проснулся примерно в три часа. Посмотрел на Макарита, она была уже мёртвая. Мёртвая. Далее я выбежал на улицу и сразу побежал в сторону УГТ. Но подсудимый продолжал настаивать, что эти показания написаны не с его слов и даже не его рукой. Эту детективную историю придумали следователи. Вот там написано, что мы поселили в десне. От 23 до 24 так пишут. Тоже такие романы не надо писать. К слову, характеристика у подсудимого запятнана. Он уже семь раз представал перед судом по разным статьям Уголовного кодекса. Да и бывшая жена подтвердила, что мужчина в момент алкогольного опьянения всегда становился агрессивным и мог даже надавать тумаков. Получится ли у обвиняемого в убийстве добиться переквалификации вменяемой ему статьи, пока до конца не ясно. Поскольку сегодняшние показания подсудимого имеют большие расхождения с теми, которые он давал ранее, прокурор попросил судью вызвать на следующее слушание следователя, который вел это дело. Рассмотрение продолжится 27 июня. Вера Муратова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Порядка 30 человек умерли от отравления напитком «Мистер Сидор». Более 50 пострадали. Глава Роспотребнадзора направила поручение изъять из продажи всю продукцию бренда «Мистер Сидор» по всей России. История началась с того, что в Ульяновской и Самарской областях 12 человек скончались от отравления некачественным яблочным сидром. Еще столько же были госпитализированы. Два отравления были зафиксированы в Удмуртской республике. Пострадавшие сейчас находятся в критическом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Число пострадавших продолжает расти. По предварительным данным, в напитке был обнаружен метаноловый спирт. Именно он мог стать причиной отравления. Партия товара уже изъята и направлена на экспертизу. Нижнекамцев призвали быть осторожными с брендом «Мистер Сидор». О фактах продажи данного напитка сообщайте в Роспотребнадзор Нижнекамского района по телефону 42-5127. Специалистами Роспотребнадзора проводится мониторинг. Мы объезжаем торговые точки, которые занимаются реализацией алкогольной продукции на розлив. Так как есть вероятность и не исключается возможность поступления данной продукции и на территорию Республики Петерстан. Хотелось бы обратиться к населению и предпринимателям, которые занимаются реализацией алкогольной продукции. В случае обнаружения продукции ООО «Анди» под названием «Мистер Сидор», также на этикетке, возможно, информация о том, что он называется «Яблочный Сидор», информировать Роспотребнадзор. Сухой душ. Звучит невероятно, но все проще, чем кажется. В зоне СВО это необходимая вещь. Специальную салфетку с гелем нужно намочить, помыться и вытереть себя влажным полотенцем. В Нижнекамске их начали изготавливать еще в общественном центре микрорайона на химиков 72Б. Нужны рабочие руки. Дружно нашим коллективом собрали коробку сухого душа. Каждый день активисты делают около 400 заготовок сухого душа. Технология простая. Нарезают квадратиками специальный материал «Дарнит», смазывают кусочки гелем, складывают их в герметичный пакет. Вместе с ними кладут полотенце, салфетки и инструкцию по применению. Средства на производство собрали жители Нижнекамска. Поэтому очень экономное производство и очень необходимо для наших ребят, которые не могут в любых условиях помыться, принять душ. Очень даже удобно. У нас уже не сёцевые ребята приходили, брали, ещё просят, потому что очень удобно. Работа в дружном коллективе идёт быстро и продуктивно. Однако лишние руки не помешают. В летний период многие уезжают на дачу. Но делать заготовки можно даже дома. Нужны только ножницы, а материалы вам дадут. К производству также хотят привлечь и молодых волонтёров, желающих помочь нашим солдатам. Приглашаем всех на помощь к нам. Нам очень нужны свободные руки. Мы не откажемся от любой помощи. Приходите, ждём. Будем рады видеть всех желающих. В любой день недели, кроме воскресенья, с 9 до 18, можно пройти в общественный центр по адресу Химиков, 72-Б. Приветствуется любая помощь. Сбор вещей для отправки в зону СВО или участие в создании сухого душа. Азалия Кудлахметова, Артур Халин, Новости НТР. О личных и боевых делах. Рамиль Мулин провёл встречу с мобилизованными нижнекамцами. В малый зал городской администрации пришли четверо бойцов, которые сейчас пребывают в отпуске. Мэр города рассказал о мерах поддержки, оказываемых семьям защитников Родины. И предложил им озвучить свои проблемы. Так, один из мобилизованных попросил оказать поддержку в переводе его маленькой дочери в логопедический детский сад. Участники встречи поблагодарили нижнекамцев за оказанную гуманитарную помощь. Всё чувствуется, всё ощущается, всё доходит. Всё, видим, получаем. Спасибо большое за всё. Я напоминаю, что медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Наши новости можно найти и на официальном сайте ntrdefis24.ru. Там же идёт круглосуточная трансляция канала. Новые виды мошенничеств в Нижнекамске за последние дни были зафиксированы два факта обмана граждан через интернет. В первом случае 35-летняя девушка нашла дополнительный заработок в интернете. Она должна была ставить лайки товарам и описанием к ним. Делать скриншоты и отправлять заказчику. Нижнекамку включили в некую рабочую группу, где ей нужно было приобрести товар, а потом эти деньги должны были вернуться на счёт с 20% прибылью. Девушка выполнила несколько таких заданий, но деньги ей отказались возвращать. Так, она потеряла более 102 тысяч рублей. После этого она обратилась в полицию. Другой случай произошёл с 28-летним парнем. Он познакомился в одном из телеграм-каналов с девушкой. У них завязалась переписка. В какой-то момент собеседница написала, что ей нужно переслать начальнику накладные, а они хранятся в облачном хранилище iCloud. Не достать она их не может, так как разбила телефон. Она попросила парня зайти в её iCloud, прислала ему пароль. Как только Нижнекамец вышел из своего аккаунта, его айфон заблокировался. Потом ему написал неизвестный мужчина и стал вымогать деньги за разблокировку. В общей сложности Нижнекамец перевёл 40 тысяч рублей, пока не догадался, что пароль ему высылать не собираются. И обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Велодорожки, освещение, остановки и, главное, новый асфальт. В центре ковёр прошла встреча руководителей города с местными жителями. Темой обсуждения стал капитальный ремонт дорог. Сначала представители исполкома рассказали о текущих и предстоящих работах, а позже нижнекамцы смогли задать свои вопросы. Какие, расскажет Анжелика Степанова. Общение с нижнекамцами вышло за рамки онлайн-трансляции. Теперь к ним добавились и очные встречи. Первую посвятили главному ежегодному вопросу – капитальному ремонту дорог. Об этой теме горожане подробно поговорили с руководством города и района. «Хотелось бы понять, как формируется план по дороге, какие дороги выбираются, кто принимает решения». Как рассказал руководитель исполнительного комитета Роман Булатов, главный критерий – транспортный трафик. Те улицы, где автомобили проезжают чаще, относятся к первой категории участков, попадающих под капитальный ремонт. Среди них и дорога на промышленной зоне. «Сделали проект капитального ремонта дороги. Как раз вторая промышленная она называется. Этот проект уже есть. Он прошел государственную экспертизу. На самом деле это большое дело проекта. Это уже можно с никуда-то толкаться, деньги выпрашивают. Стоимость этого проекта составила миллиард сто. В проекте предусмотрено полностью об устройстве разделительной полосы. Сокращение, безусловно, светофор, чтобы трасс была более проходная. Несколько разворотных пунктов. И об благоустройстве прилегающей территории. На встрече рассмотрели и частные случаи. Обсудили вопросы, заданные нижнекамцами в социальных сетях и лично. Например, о ликвидации парковочного кармана рядом с автовокзалом. Дороги по улице Пролетарской в селе Большое Афанасово. А также о проблемах, возникших еще во время ремонта прошлых лет. Велосипедную дорогу поставили, хотя люди не хотели эту велосипедную дорогу. И из-за этого даже у нас деревья погибли. 18 штук берез погибли. В прошлом году их пилили. Хотя обещали новые деревья посадить, но в этом году так и не посадили. На встрече присутствовал и представитель компании ТАТАВТОДОР. В этом году ее специалисты отремонтируют в Нижнекамске почти 3 километра дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Вера Муратова, Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Сажают цветы и ухаживают за ними. Школьникам предоставили возможность заработать. На предприятии благоустройства Нижнекамска начали оформлять детей для работы в летний сезон. О первых тружениках из числа учащихся в нашем материале. Цветы только распустились. Чтобы они продолжали украшать городские улицы, нужно бережно за ними следить. Группа школьников пропалывает клумбу. Сорняков много, поэтому работают по несколько человек. Это один из объектов, на котором сейчас работают школьники. Цветник на улице Химиков. Ребята чистят клумбу от сорняков, поливают растения. Всего таких объектов по городу будет порядка 20 на обработку одного. У них уйдет плюс-минус один четырехчасовой рабочий день. Вадим Сафин на новом рабочем месте с 1 июня. Опыт, говорит, есть. Подобное ему приходилось делать у родителей на даче. Правда, за это ему не платили. Сейчас же есть возможность обеспечить себя на лето деньгами. Юноша решил, что первую зарплату потратят на улучшение компьютера. Пришел, чтобы город сделать более красивым и заработать деньги на карманные расходы. Трудоустроенных школьников делят на две группы. До 16 лет и до 18. Младшие трудятся с 7 утра и до 11 часов. Остальные на час дольше. На данный момент в МУП КПБ трудоустроено 14 детей из разных школ города. Они нам очень сильно помогают. Потому что основные цветники у меня еще не посажены. То есть основной мой коллектив садит цветники. А ребятишки, они уже начали прополку. То есть за детами нужен постоянный уход. Поэтому от них очень большая помощь нам. В прошлом году в МУП КПБ за лето поработало 50 учащихся. В этом году обеспечить работу и планировать до 30 школьников. Кроме прополки клумб детям предлагают ухаживать за газоном. Есть задачи и по ночному поливу клумб. Правда, допускаются к ней только совершеннолетние. Алмазка шеф, Артур Халин, Новости НТР. Обсудили работу коордиционных советов. Социальные проекты, которые реализуются на их территориях. И наградили лучших представителей СТОС. В мэрии города состоялось отчетное заседание коордиционных советов. В Нижнекамске с октября прошлого года действуют 22 совета, которые ведут совместную работу для общего благосостояния в микрорайонах города. Деятельность таких советов разноплановая. Но их главная цель развития территории – это благоустройство, содержание территории в чистоте, организация культурно-массовых спортивных мероприятий, работа с семьями, мобилизованных, сбор гуманитарной помощи, встречи с населением. Благодаря слаженной работе коордиционных советов достигается качество и массовость мероприятий в микрорайонах, вовлекаются их жители. Еще один пример, который бы хотел сегодня озвучить, инициативу, это та инициатива, которую вы рассказывали по итогам поездки в Узбекистан, где Махаляр, это взаимодействие старшего поколения с молодежью. Есть замечательный у них проект, который называется каждому ветерану 10 молодых. Когда за Аксакалом территории закрепляются 10 молодых ребят, и в первую очередь это ребята, которые, как мы относим, к категории трудных подростков. Но они вот именно поддерживают, Аксакал встречается, выстраивает работу с ними, воспитательный момент имеет. Площадки возле магазина ХИЛ нужно благоустройство, считают жители близлежащих микрорайонов. Сегодня на место они пригласили нашу съемочную группу. Ждать ли перемен, выясняла Азалия Кутлахметова. На площади Гагарина пустынно. Раньше жизнь здесь кипела. Часто собирались сомнительные компании. Год назад этому было решено положить конец. Потому демонтировали все скамейки. Однако пострадали от этого и жители микрорайона. Бабушкам и дедушкам теперь негде отдыхать. На этой площадке нужны не только скамейки, считают местные жители. Территорию необходимо привести в порядок. Лестница в печальном состоянии. В прошлом году ее отремонтировали. Но спустя время на ней образовались ямы. Гульсара Агошкова несколько раз здесь падала. В результате три сломанных ребра. Год не могла ни спать, ни сидеть, ни лечь. А сколько у меня денег ушло на лекарства? Это кошмар. Все крема дорогие были, уколы делала. В общем, как можно ремонтировать, если вот они только отремонтировали. Буквально на глазах все провалились. За этого мы страдаем. Дом Гульсары Агошковой находится в пяти минутах от магазина. Но женщине приходится ездить на такси. У нее болит нога. Передвигаться, а особенно подниматься по этой лестнице тяжело. Необходимы перила. Вот эти штуки неудобно сделали, держаться никак. Вот с той стороны тоже надо бы вот такую штуку сделать, чтобы люди могли спускаться. По словам специалистов отдела технического надзора и благоустройства, территорию приведут в порядок. Ремонт лестницы будет выполнен в рамках контракта на ремонт брусчатки до 1 августа. Что же касается скамеек, то их возвращать не собираются. Данный вопрос рассмотрят при формировании плана на 2024 год. Азалия Кутлахметова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 0770. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. На нашей странице во Вконтакте мы провели викторину для наших подписчиков. Участникам нужно было найти строчку, которая не была написана великим русским поэтом. Нижнекамцы с заданием справились достаточно уверенно. Большинство ответило правильно. Отрывок «Белая береза под моим окном» действительно написано не Александром Сергеевичем. Напомним, что различные опросы на нашей странице проходят ежедневно. Чтобы попасть на нее прямо сейчас, отсканируйте QR-код, который вы видите на экране. Обязательно подпишитесь и будьте в курсе событий. В Нижнекамске появится сквер имени Александра Сергеевича. Он будет располагаться на школьном бульваре. Сегодня там прошло выездное совещание с участием Рамиля Мулина. Сквер будет располагаться между школой номер 3 и центром молодежных инициатив «Ковер». Реконструкция школьного бульвара уже идет полным ходом. Через год планируют установить бюст великого поэта. А в сквере Льмаева несколько минут назад завершился фестиваль Пушкина. Для гостей праздника была подготовлена развлекательная программа. Концерт оркестра народных инструментов, мастер-классы для детей, викторины и уникальные фотозоны. Всю эту красоту увидел Александр Халин. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Благодаря такой замечательной локации на некоторое время смог почувствовать себя Александром Сергеевичем Пушкиным. Кстати, вот здесь у меня на столе были оригинальные, да, оригинальные его почерки, да, это ксерокопия, но вот именно так писал великий русский поэт, которому сегодня исполняется, исполнилось бы 224 года. Здесь основные гуляния в Нижнекамске проходят в сквере Льмаева. Здесь очень много различных локаций. Вот так, в которой я был, вот напротив, там на той стороне замечательные фотозоны. Ну и вы видите, я думаю, уже стулья людей здесь через несколько минут начнется праздничный концерт. Выступит самый настоящий оркестр перед нижнекамцами. Ну, вот библиотечный фонд представил, пожалуй, на мой взгляд, да, одну из самых интересных выставок. Здесь можно найти разные вещи. В основном это, конечно, книги, но вот от таких вот самых маленьких, да, изданий, как, конечно же, со стихами Александра Сергеевича Пушкина. Вот там, чуть дальше, это самый старый экземпляр 1947-го. 1947-го, да, поправляет меня года. Вот такая вот книжка. Это оригинал, самый настоящий. Ну, а самым действительно старым, да, изданием является, по-моему, вот этот. Ну, вот Марина Балашова нам сейчас подробнее расскажет. Это перепечатанная, но дата выпуска... 1923 год. Это репринтное издание, точно такое же, как оно было в 1923 году. Книжка очень интересная, раскрывает биографию Александра Сергеевича с очень романтической стороны, скажем так. Она интересно издана, и здесь есть интересные фотографии как раз барышень, которые были влюблены, в которых был влюблен сам Александр Сергеевич Пушкин. Ну, вы еще до этого сказали, есть Пушкин на татарском. Давайте тоже на этот экземпляр уникальный, наверное, в своем роде взглянем. Пушкин на татарском, это тоже очень-очень интересно. Вот такое издание. Издание абсолютно нейтральное, то есть с первого раза даже и не поймешь, что это Александр Сергеевич на татарском. Но как только мы открываем, мы сразу видим, что это перевод Александра Сергеевича на татарский язык. Кстати, пользуется большой популярностью в нашей библиотеке. Ну, вот такие замечательные издания. Ну, вот здесь дальше, да, различные мастер-классы проходят. Вот там вот выставка картин. Тема, конечно, тоже, я думаю, всем понятна. По сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Там и кот ученый, вот я вижу, да, и золотая рыбка, что там еще. Ну, и, конечно, дуб зеленый, куда без дуба. Даже и русалку он там кто-то нарисовал, она тоже там на ветвях сидит. Ну, давайте попробуем, знаете, вот такой эксперимент. Как вообще люди знают Александра Сергеевича? Знаешь стихи Александра Сергеевича Пушкина? Не знаешь? Волокоморье дуб зеленый только. Вот, так давайте, читай. А я и той не знаю. Дальше не знаю, ну, хотя бы строчку запомнил. Волокоморье дуб зеленый. Золотая цепь над убитом. И днем, и ночью кот ученый. И все ходит по цепи кругом. Анна, давайте. Здравствуйте. Сегодня день рождения у Пушкина. Знаете ли какое-нибудь стихотворение? Да, 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 да. Я помню. Я помню эти все стихотворения. Чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как малолетное видение. Как гений чистой красоты. Ой, спасибо вам огромное. Ну, вспомнили, вспомнили. Ну, вот такая вот замечательная сегодня здесь атмосфера. Фестиваль Пушкина. Надо сказать, что по всей стране, конечно же, проходит. Сегодня не только день рождения Пушкина, но и день русского языка. Поэтому хочется закончить так же, как и я. Начинал мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог. Друзья, читайте Пушкина. Учите Пушкина. Любите Пушкина. Не просто прыжки, а высокоинтенсивный фитнес. В Нижнекамске прошел первый фестиваль джампинга. Это относительно новый вид фитнеса, который позволяет эффективно сбрасывать вес. Специалисты говорят, 10 минут прыжков на батуте заменят полчаса бега. На мероприятие приехал мастер-методист по джампингу из Сочи Владимир Тихнев. О том, как все прошло, в нашем следующем материале. Яркие леггинсы, пестрые повязки и ретро-прически. Первый фестиваль джампинга в Нижнекамске проходил в стиле 80-х-90-х. Участники оделись соответствующе. Ну и, конечно, все это под легендарные песни прошлых лет. Марина Сорока с легкостью повторяет все движения тренера. Еще два года назад она с трудом забиралась на батут. Женщина весила почти 120 килограмм. Благодаря джампингу сбористала 50 килограмм. Это полный позитив. После будней, с тобой с рабочих летом приходишь, расслабляешься. Получаешь удовольствие. Масса удовольствия. Джампинг относительно новое направление фитнеса. Известно о нем с начала 2000-х годов. В России им активно начали заниматься в 10-х годах. Владимир Тихнев в джампинге с 2015 года считается одним из самых известных инструкторов в России. На фестиваль в Нижнекамск он приехал из Сочи. Привлекается очень много людей на данное направление. Направление очень антистрессовое, очень полезное для здоровья. Укрепление сердечно-сосудистой системы, дыхательные, эндорфины. То есть люди достигают своих целей в плане того, чтобы похудеть, добиться каких-то результатов, эмоционально заряжаются. В Нижнекамске джампинг появился несколько лет назад. Количество любителей этого направления растет с каждым годом. В первом фестивале по джампингу приняло участие более 50 человек. Обязательный атрибут – это специальный батут с ручкой. Мероприятие наше приурочено году спорта. У нас сегодня дискотека из 50-х, 90-х на батутах. Участники джампинг-фестиваля суммарно больше часа выполняли упражнения. По словам инструкторов, 10 минут прыжков на батуте заменяет полчаса бега и сжигает сотни калорий. Алмаз Кашев, Булат Абдульманов, новости НТР. На канале НТР продолжается цикл программ «Православные беседы». На этот раз героем передачи стал протеерей благочинный Нижнекамского округа, настоятель храма Воскресения Христова Александр Калчерин. О Петре и Февронии, о том, как сохранить любовь и что такое венец безбрачия, смотрите в очередном выпуске программы «Православные беседы» сразу после выпуска новостей. Образ семьи, образ мужчины и женщины в семье, как образ Христа и Церкви. Христос пришел на землю, чтобы отдать жизнь ради блага Церкви. То есть в этом понимании апостола Павла, он говорит, что муж ответственный за семью до такой степени, что готов на самопожертвование, ради того, чтобы защититься, хранить свою семью. А на сегодня это все. Далее небольшая информация от синоптиков. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok В четверг погода останется без изменений. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok